Море шуми грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы друзья приуныли... Так, что у нас здесь? У меня такое ощущение вообще, что эта серия либо последняя, либо предпоследняя, потому что в принципе уже все практически, что могло случиться, случилось, и мы по-любому идем уже к логическому завершению этой истории. Так, очевидные. Лучше их. Или, может быть, я решил изменить этот мир? Тогда нужно изменить хотя бы одного, даже если этим единственным окажешься ты сам. Так, ну и лезем в голову к медведю. Это, по крайней мере, необычно. Хотя, в принципе, в голове у коровы мы уже были, так что ничего странного. Да, я видел, он через эту трещину забежал. Там пещера, наверное. Перлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь последний буду. Так, мне, видимо, надо мимо них прокраситься. Я кому сказал? Ой, ой, оооо. Ну сейчас. Не так. Явно. Ладно, давайте еще раз попробуем. Это интересно. Это любопытно. Я еще, по-моему, не в одной игре. В медведя не вселялся. Это пещера, наверное. Перлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь постерегу. Так, ну что? Так, ну что? Ой, ой. Так, че? Он это автоматически сделал, но, блин. В принципе... Так, ничего, тебя бить сейчас? Меня тут завалило. Ай! За остальных я сам не выберусь. Ха-ха-ха. Это было прикольно. Так, ну и че? Сейчас мне второй расстрелять. А, вот. Эй! На помощь! Помогите! Так, петляем от него нахер. Эй! Здесь обвал! Текаем, текаем. Эй! Эй! Все похоже. Да-да-да. Блин, ну, по крайней мере, это было необычно, надо сказать. Такого я еще нигде не видел. Охренеть. Ну, дали мы Мишке свободу, короче говоря. Надо понимать, охотники его загнали в угол. Застрелили. А мы его спасли. И мы, похоже, спасаем все души, заблудшие на этом корабле. Слава богу, этот Мишка не ожил, потому что, помню, Кондент второй там, чучело медведя, гонялось за нами. По дому разваленному. Это было очень страшно. Здесь все более миролюбиво. Но игра не является, конечно, полноценным хоррором, так что... Ничего удивительного. Так и что? Нам погреться, да. Ой, блядь, тихо. А! А-а-а! Корабль нам опять помогает. Сейчас, дорогой. Погреюсь, только и пойду, ладно? Так, хорошо отогрело. Что дальше? Куда? Видим, сюда. Да-да-да. Так, радиорубка. Или что это? Я сразу же приготовиться. Машина готова. Радиолокационная. Капитан, да ты в своем уме? Мы же по уши в альту сидим. Даю самый малый вперед. Капитан решил вырваться таки. Из-за льдов, что ли, похоже. Ну ладно. Так, блин, дубак-то. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. О, блядь, не успел добежать. Аж матюгнулся. А что там? Дверь была открыта. Там же некуда было идти. Это что за ловушка-то? Почему корабль меня туда приглашал? Что корабль? Меня, наверное, смешали заманил. Какой мерзавец, а? Так, а что? А, блин, далековато. Сейчас по-новому диалог прослушать придется. Давай-давай-давай. Так, погреемся. Бежим сюда. Хорошо. Так, ладно. Сейчас сразу туда не заходим. Бежим сюда. А что у нас зато дверь это? Я туда сейчас пойду, опять погибну. Ступбак какой-то вообще невероятный. Так, эта дверь закрыта. Поперли. О, давай-давай-давай-давай-давай, быстрей. А, вот тут можно погреться. Хорошо. Так, давайте сохранимся. Сейчас опять что-нибудь случится. Так, и что такое? Ой. Ага. Понятно. Что происходит? Ремонт окончен? Капитан может покупить корабль. А ты что? У меня же груз. Капитан, откройте дверь. Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный бред. А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмму отдал. Вот так тебе. Да. Ладно, пока ничего не буду говорить. Сейчас все само собой выяснится. Капитан, откройте. Что с вами? Самый полный бред. А радиограмма где? Ты что? Ему радиограмму отдал. О-о-о. Да. Капитан. Чем дело? Кажется, ты этого хотел. Бери штурвал, корабль твой. Гнида. Гнида. Полный нажат. Двадцать узлов идем. Опасно. Телеграф заклинило. Давай реверс. Под трибунал пойдешь. Ход на реверс. Пожар в турбинном отсеке. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну сделай же что-нибудь. Успокойтесь. Некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного. Скоро начнется. Сколько времени еще? Не знаю. Это неподконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится. Готовить вертолет. Без визы капитана. Я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдем на это вместе. Через десять минут ждите на верхней площадке. Отпускай хлеб твой погодом, потому что по прошествии не могить. Но не опять найдешь. Постой. Он говорит что-то. Нет, ничего не слышал. Короче говоря, да. Довольно печальная история. Видя, что команда его предала, капитан в одиночку решил вырваться из-за льдов. Понятно, что, наверное, это было неверное решение. И оно в итоге привело как раз-таки к аварийной реакторе, в последующем заражении команды, но тем не менее. И вот его сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу. Оттого еще ярче загорелось в нем сердце. Ибо эта их дума родила в нем тоску. Да. Очень четко прослеживаются параллели между данным литературным произведением и историей капитана и его команды. Печально, на самом деле. Конец для всей этой истории. Но, по крайней мере, становится понятно, что же происходило. Непонятно только, как они стали такими страшными чудищами. Обалденно. Да, блин. Печальная история. Ладно, хоть капитан не бросил. Скоты. Тот день, когда задрожат стекущий дом и согнутся мужи силы и перестанут молотнее общего, потому что их немного осталось, помрачатся, смотрящие в окно. Запираться будут двери на улице, когда замокнет звук жертв. Будет вставать человек по крику петуха и замокнет щельки. Все-таки некоторые игры можно приравнять к искусству и анабиоз. в финале, я могу сказать, что это одна из таких игр. Очень глубокая. Хотя, конечно, боевая система здесь оставляет желать лучшего. Довольно печально все в этом плане. В остальном же игра просто, на мой взгляд, шедевр. Я даже не ожидал такого высокого уровня. Когда запускал эту игру, думал, ну, отечественный неплохой хоррор. Хоррор. Серебряная цепочка И не разорвалась золотая повязка И не разбился кувшин у источника И не обрушилось колесо От колодезя И возвратится право в землю, чем оно было. А духом возвратился в Богу, который дал А в итоге вон оно, что оказалось. Фактически философская притча о том, какие люди могут совершить ошибки и каким после этого могут быть ужасные последствия. Как от нескольких ошибок зависит очень многое. Как же я? Меня забыли. Не бросайте. Не бросайте. А как же я? Волезь все пел свою мрачную песнь и гром гремел и лил дождь. Что сделаю я для людей? Сильнее грома крик Мурданка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце. Высобо поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его. И там, глубоко в лесу дрожащее, пало в гнилой зев болото. Люди же изумленные, стали как камни. Кинул вздор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный вздор на свободную землю. И засмеялся гордо. А потом упал и умер. Люди же радостные, полные надежды, не заметили смерти его. И не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это. И боясь чего-то наступил на гордое сердце на горло. И вот оно рассыпавшееся выскоро угасло. Да. Понятно, каким мистическим образом забудшие души команды превратились в этих чудовищ. Так, что это такое вообще? Какого хера? Это че такое? Это че вообще такое? А, часы, это, наверное, и есть хронов, да, про которую мне говорили? Так, и че мне... Охренеть. Ага. И че не стреляет? Ох! Блин, а че такое? Ээээ, ладно. Я нихрена не понял, че это было. Почему-то один раз я в кого-то сумел выстрелить, я больше не смог. Почему я стреляю из пальцев? Но он, судя по всему, меня не атакует. Ой, промазал. Так, секундочку. Продолжаем. Это безумие. Что мне делать, непонятно. Хорошо. Так, а почему я опять не могу стрелять? Эээээй. Ну че такое-то? А почему... Почему мне не дают? Нихрена не понимаю, че происходит. А, вот так ты ходишь, да? Снаряды для себя. Давай, давай, давай Сейчас мы С батькой Хроносом Кого хочешь Заколупаем Ой, 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 ой Нет, нет, блин Ладно, алгоритм понятен Нужно наступать на эти лучи И когда там проскакивает искра Ты, соответственно, этой искрой можешь кого-то убить Блин, как я кривострелил, это позор какой-то Так, хорошо Еще мне Блин, это что-то непонятно Ааа Да, блин Это, по-моему, лишнее Вот этот финальный босс, это, по-моему Просто олицетворение Какого хера? Ладно Понятно, еще и бакс хватил Совсем хорошо Кривая игра Тут я Ничего не могу сказать Блин Я целюсь по центру экрана Оно почему-то летит Так, что ли, целится Хорошо, я тебя обогнал даже Так Я не понимаю, правда, что я делаю Но что-то получается Блин В чем смысл вообще этого? Я не пойму, конечно Что это такое? Ну, попал Попал Ой, ой, ой Вот он меня сейчас убьет Тут уже просто нечего было делать Он появился передо мной в воздухе Так, продолжаем Игрушка у меня Вылетела Непонятно почему Вообще, какая-то забагованная Это финальная битва Но, по крайней мере Теперь я знаю, что надо делать Надо стрелять в этих уродов И желательно делать это раньше Чем Хронос И восполнять Эти штуки надо Вот на таких Хорошо Так, кто еще? Еще один Хорошо Дальше Блин, не вижу Вот это мой Так Так Ой, ой, ой Вот этот вот плохо Так Кто еще? Кто где? Кто откуда стреляет? Хронос Я так плыл На нашей стороне Так, готово Че, все, что ли? Ага Хрен бы там Так Так, все вроде Ну и че? Че это было? Не трогай меня Не трогай А, понятно Ну, как скажешь Красавчик Да, вот это, по-моему, было уже совершенно лишним Вот вся эта битва Это какой-то бред Просто Я даже не знаю Как ее Оправдать С сюжетной точки зрения Но чисто геймплей Это было Скорее Раздражающе И тупо Чем Чем действительно интересно Бывают интересные битвы с боссами Бывают раздражающие Это из второй категории Но тем не менее Мы ее прошли Хотя, конечно И с проблемой Один раз даже игра вылетела Но да ладно Посмотрим К чему же это все Нас привело Сам бог Хронос Вмешался в ход событий Обалдеть Так Суд же Состоит в том Что свет пришел Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела их Были злые Охренеть Это где это я вообще Какого хрена Понял Так Ну давайте Сохранимся Что ли Да посмотрим Что это такое Ты устал Ты устал Ничего не Отделаешь Бесполезно Не суетеясь Все равно Рано или поздно Они сожрут И тебя А это кто? Я не совсем понимаю Что я делаю Конечно говоря Я помню Я помню этот момент Читай Ты знаешь А я очень рад Да Честное слово А чего ты ожидал Вы мне уже вот где Опа Ты со своим корытом Ржавым Устал я Пойми ты Не мальчик уже Наигрался Что же блять Такое то Так Ну давайте Разбираться Что ли Тогда Что это Где это Я вообще Какого хера Угу Давайте пойдем Ничего не Поделаешь Бесполезно Не суетеясь Все равно Рано или поздно Они сожрут И тебя А ты кто такой? Тот-то вертолетчик Друг капитана Я понял А ты кто? Ух ты Эту сцену Я помню Ты знаешь А я очень рад Да Честное слово А чего ты ожидал Вы мне уже вот где Оба Ты со своим корытом Ржавым Устал я Пойми ты Не мальчик уже Наигрался Ничем в этот раз Не помогу Иди Иди Прошу И можешь не метаться Ты всех достал уже Никто тебя здесь Больше не поддержит Да Ты повел себя Как последний Гандон Так Ну что дальше Давайте посмотрим А я за него Читаю Ты знаешь А я очень рад Да Честное слово А чего ты ожидал Так Так А че мне Ааа Ааа Мастерил потихоньку Как чувствовал Вот он и сгодился Держи Штаб передадим Пусть демонтируют А красивый корабль Так-то да А всего-то надо было Блин К человеку По-человечески Отнестись И Так и что И И И что-то меняется Да Это же Начал игры Только в этот раз Там люди Держи руку Хватайся Хватайся за руку Хватайся за руку Кому говорю Капитан Капитан Атомного ледокола Северный ветер С прибытием Вам повезло Здесь очень тонкий лед Можно запросто погибнуть Ну что Не будем терять времени Пройдемте на корабль У нас впереди Трудный путь Обалдеть Ну собственно похоже Так и кончается Анабиоз Сон разума Я знаю Что в игре Неск концовок Тихо И бросился И бросился вперед На свое место Горячем горящего сердца И теперь гибли Но гибли без жалоб и слез Адам Адам Последнее Последнее сохранение Трагедия 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 Тут у нас вертухай Обитается Давайте посмотрим В чем была его ошибка Надо дать Самый момент Мы полный Мы полный берем На радиограмма Где Ты что Ему радиограмму отдал Чем дело Кажется Ты этого хотел Бери штурвал Корабль твой Поворотов нет Рычаг не работает Не могу повернуть Помогай Рычаг хода заклинило Машина Полный назад Двадцать узлов идем Отлично Телеграф заклинило Давай реверс Под трибунал пойдешь Ход на реверс Понятно Давайте попробуем Изменить Я правда не знаю Что именно тут Можно изменить Но давайте попробуем Мы Хрущеву похож Надо сказать Наш вертухай Так и все Я управляю Поворотов нет Рычаг не работает Не могу повернуть Помогай Рычаг хода заклинило Так Если упадет Один по другому Поднимет Товарищи Своего на горе Никогда упадет У другого Нет Который Поднимет Держись Я за корабль Штабе на коленях Умолять буду Только держись Слышишь Выходим Выходим Вода Вода Все На воду вышли По воде Идем Хм Хорошая концовка Эта концовка Даже понравилась Мне больше Предыдущей Но Но как мы видим Несмотря На все ошибки Капитана В итоге Он Все таки Добился Успеха И если бы Его не останавливали Вполне возможно Что И выбрались бы Они Без проблем Так Ладно Опять идет Эта катсцена И смотрим Третий вариант Развития событий Что же Да как Теперь посмотрим За помощника Капитана Видимо Я так понимаю Да Огромный трон Это явно Про него У него ЧСВ Зашкаливает Как ты сможешь Ими управлять Обмани их Так можно Многое Задиться Иначе Они Сожрут Тебя Капитан Я готовлю Детальный отчет О ходе Ремонтных работ Вы говорили Об устранении Неполадок В течение Семи суток Спуститесь В нижние отсеки И вы сами Все узнаете В мельчайших Подробностях Там вам Объяснят Что срок Устранения Неполадок Напрямую Зависит от способностей Команды А также От способностей Капитана Выполнять Возложенные На него Обязанности Такие Как доставка Корабля К пункту Назначения Сохранив При этом Грузы Команду Невредимыми Давайте же Начнем Их Выполнять Потому что Последние События Уже дают Основания Поставить Под сомнение Вашу Компетентность Молодой Человек Послушайте Что я вам Сейчас скажу Я управляю Кораблем Пока не случится Одно из Стану существовать Или мой корабль Это не ваш корабль Капитан Это вас на него Назначили Что же касается Его судьбы То она В скором времени Разрешится И значительно раньше Чем вы себе Это представляете Что вы имеете ввиду Вот Директива штаба Кроме всего прочего С этой бумажки Все в принципе И началось Так Так Ну Давайте попробуем Изменить это Помощничек Я не буду С тобой Разговаривать Так Тут мы встретили Паука Да 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 Тут был Его кокон Я помню Как он проламывал Вот это Стекло Куда я еду В общем Самое главное Что я Не Компорсировал Мозг капитана Это уже хорошо Компорсировал Зато Надежно Да Вместо Радиограмм Кувалды Помаши Понятно Я даже считаю Я даже считаю Что эта концовка Самая Правильная Ха-ха-ха Ведь в этой концовке Мы Вообще Не даем Телеграмму Капитану В результате Он Не начинает Нервничать И не совершает Фатальных Ошибок Таким образом Мы предотвращаем Все эти события Уже наверняка Держи руку Хватайся Хватайся За руку Хватайся За руку Кому говорю Ну Капитан атомного ледокола Северный ветер С прибытием Вам повезло Здесь очень тонкий лед Можно запросто погибнуть Ну что Не будем терять времени Пройдемте на корабль У нас впереди Трудный путь А ваших замечательных псов Мы отправим обратно В отличие от нас Они всегда найдут дороги домой Идем Крикнул Данго И бросился Вперед На свое место Высоко Держа Горящее сердце И освещая Им Будь Людем Они бросились За ним Очарованные Когда лес Снова Зашумел Удивленно Качая Вершины Но его шум Был заглушен Топотом Бегущих Людей Все бежали Быстро И смело Увлекаемые Чудесным Зрелищем Горящего Сердка И теперь Гибли Но гибли Без жалоб И слез А Данго Все был Впереди И сердце Его Все Пылало Пылало Да И мы Второй раз Видим Титры Ну что Можно сказать Мы с вами Прошли Анабиоз Это очень Глубокая Философская Притча Можно так Ее назвать Обед Зазрения Совести Игра Скорее Произведение Искусства Чем коммерческий Проект Я давно Не сталкивался С таким Уровнем Реализации Игр Это просто Что-то С чем-то По сюжету Что можно Сказать Ну с одной Стороны Капитан Конечно Да Капитально Ошибся Пойдя В эти Опасные Воды Этим Опасным Маршрутом Но Вся Беда Приключилась Именно Из-за Тех Трех Его Друзей Недрузей Трех Близких Людей Из команды Которые Каждый По-своему Его Предал Именно Эти Все События Вместе И привели К таким Катастрофическим Последствиям И в результате Как вы Видите Малейшие Малейшие Ошибки В будущем Могут Привести К страшным Последствиям Малейшие Слова Игра Учит Хорошему Это очень Хорошая Игра Поднимающая Очень Непростые Вопросы Я могу Сказать Что Мне Крайне Понравился Сюжет Крайне Понравился Дизайн Уровней Вообще Полностью Понравилась Игра Но при этом Боевая Система И собственно Монстры И тем более Финальная Битва С этим Боссом Хроносом Это по-моему Лишнее Из игры Получилась бы Хорошая Адвенчура Если бы Не было Этой Боевой Системы Тогда бы Игра Просто Возможно Была бы Интересным Квестом Но Имеем То что имеем В принципе Даже в таком Виде Игра Трогает В принципе Мне больше Нечего сказать Мне очень Понравилось Я абсолютно Не ожидал От игры Такого уровня Что она Окажется Таким Открытием Для меня На этом Я думаю Закончу С вами был Артур Комментируйте Ставьте пальцы Вверх Надеюсь Вам понравилось Увидимся В следующих Прохождения Всего Хорошего Пока 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 Субтитры 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 Субтитры